Подросткам из Донецкой Народной Республики от главы Чеченской Республики передали подарки. До отъезда всем ребятам министр образования Кузбал Видаев передал смартфон на iPhone 13 Pro Max от Рамзана Кадырова. На этом видео жители села Бартхой жалуются, что уже три месяца живут без газа. Разобраться в ситуации приехал глава администрации Грозенского района вместе с сотрудниками газовой компании. Причиной отключения послужил накопившийся долг 3 миллиона 725 тысяч рублей. Кстати, на днях, вчера, по-моему вчера, министр иностранных дел России Лавров отправился с официальным визитом в Мьянму, встретился там со своим коллегой, министром иностранных дел Мьянмы, выразил полную поддержку Мьянмы. Вот это вот опять вопрос, да, про врагов и главных шайтанов в этом мире. Кадыров сейчас нам рассказывает, что главными шайтанами, оказывается, в этом мире являются украинцы. Но вот буквально несколько лет назад Мьянма была у Кадырова главной шайтанской страной. Против Мьянмы устраивались эти митинги. И Кадыров тогда говорил, что если даже его позиция по Мьянме, она противоречит официальной позиции России, то он готов, значит, идти на такие противоречия. Но вот сейчас самое время выразить свой решительный протест российской официальной позиции. Российская официальная позиция полную поддержку дает вот этой хунте в Мьянме, поддерживает их финансово, поддерживает их оружие, что немаловажно. А это как раз вот те самые люди, которые устроили геноцид этому народу Рахине, исламскому меньшинству. По-моему, сейчас выход Кадырова. Верховная Рада потребовала выдачить тело Ленина как основателя Украины. Тут на днях, на неделе в Чечню приехали дети из Донбасса, по-моему. Из Луганска, кажется, или из Донецка. В общем, эти дети посетили Чечню, провели там несколько дней. И вот в конце своего визита им всем были вручены подарки от Рамзана Кадырова. Им подарили, каждому подарили по айфону. Вот этот сюжет на ЧКТРК «Берязный». Подросткам из Донецкой Народной Республики от главы Чеченской Республики передали подарки. До отъезда всем ребятам министр образования Кошбал Видаев передал смартфон на iPhone 13 Pro Max от Рамзана Кадырова. Там, по-моему, порядка 30 детей. Каждому, если подарили по айфону, и в среднем, если он стоит 100 тысяч рублей, то это подарок на 3 миллиона. Причем здесь четко обговаривается, что подарок не от фонда имени Ахмата Кадырова, а от Рамзана Кадырова. Вот такой вот презент этим детям. Но я, конечно, сразу вспомнил недавний случай с жителями селения Бартхой. Почему я его вспомнил? Там как раз сумма была приблизительно такая же. Это те самые жители, которым зимой был отключен газ за то, что они задолжали. И сумма долга там была 3 миллиона 700 тысяч с хвостиком. Вот давайте я вам покажу этот сюжет. Вспомним о том, как вообще, с каким цинизмом об этом говорили. На ЧКТРК грязный, что вот, мол, холод не тетка, платить придется. Давайте вспомним. Холод не тетка, и платить за тепло в доме все-таки придется. Сотрудники Газпром, Межрегион, Газгрозные были вынуждены подключить газоснабжение должников у селения Бартхой. Несмотря на то, что у всех у них внушительные долги. С ними заключили соглашение, по которому накопившиеся суммы будут выплачиваться на протяжении нескольких месяцев. На этом видео жители села Бартхой жалуются, что уже три месяца живут без газа. Разобраться в ситуации приехал глава администрации Грозенского района вместе с сотрудниками газовой компании. Причиной отключения послужил накопившийся долг 3 миллиона 725 тысяч рублей. То есть жители целого селения, по объективным безусловно причинам, из-за высокой безработицы, из-за очень бедной жизни, там по собравшимся на это мероприятие видно, что это абсолютно незажиточный слой чеченцев. Люди, которые никак не связаны с Кадыровым всего, с властью, люди еле-еле как-то выживают. И у них накопился вот этот долг, это общий долг целого селения. И вместо того, чтобы там как-то решить эту проблему, заплатив за них, либо списав им в конце-то концов весь этот долг, их прям в холода им отключают газ. Потом, когда они записывают этот ролик, это становится достоянием общественности, что им в холода отключили газ, к ним приезжает кадыровская власть, вот этот префект непосредственно, и заключает с ними соглашение, то есть люди из вот этой газовой службы, префект, они все туда приезжают, включают им обратно газ, но на условии, что они теперь, значит, в отношении них работает какая-то рассрочка, они должны этот долг все-таки погасить. Но хотя, вот если бы тогда Кадыров поступил таким же образом, каким он поступил в отношении этих детей, с Донбасса, я не стесняюсь говорить об этом, для меня гораздо более важнее люди из числа моего народа, которые страдают. Это так устроен человек. Для тебя всегда боль своей матери гораздо сильнее боли какой-нибудь другой женщины. Для тебя проблемы твоей семьи, они всегда более остро ощутимы, чем проблемы какой-нибудь другой семьи. Так устроен человек. И поэтому, когда я говорю подобное, я не скрываю этого. Для меня приоритетнее вопрос, который касается непосредственно моего народа, чем какие-либо вопросы в этом мире. Поэтому, когда вот у этих людей возникла эта проблема, вот здесь почему-то за них заплатить эти 3 миллиона 700 тысяч, Кадыров не захотел. Да можно было и не платить, можно было просто списать им это, что от этого как-то обедняла бы эта компания Чечен-регион-газа, или как она там называется. Или можно было бы просто скинуться, всем вашим этим государственным чиновничьим аппаратам скинуться по 10 тысяч, по 50 тысяч. Смешные деньги, да. Вы бы скинулись и точно так же закрыли бы им весь этот долг. Можно было бы просто договориться, что вы не будете в течение нескольких месяцев дарить цветы представительницам семьи Кадырова на их различные дни рождения, 8 марта и так далее. Опять вы бы закрыли бы вопрос. И этого села, и вообще, наверное, всей Чечни, на целый год можно было бы оплатить все эти коммунальные услуги. Но нет, тут вы этого не сделали. И тут вы с ними сделали какие-то заключили с ними договора, которые их не освобождают от уплаты. Они должны также ежемесячно платить за вот текущее потребление этих коммунальных услуг. И еще должны заплатить за свой этот долг. Откуда им брать эти деньги? Это бедные люди. Если бы у них были деньги, у них бы не было этих долгов. Ведь это очевидно, что долги у них появились из-за того, что нет денег, нет заработка. Вот в этом и заключено все это лицемерие. Когда на показуху делаются вот эти вот жесты, 3 миллиона, да никаких проблем. Я-то знаю, что для вас это не проблема. Для Кадырова не проблема. И 30 миллионов. И 300 миллионов. Он без проблем может эти деньги просто по щелчку пальца. Потому что бюджет-то разграбливается. Это огромные средства. Проблема в том, что он этого не делает для своего народа. Но делает это вот такими вот показушными жестами. Делает для детей там. Донецка, Луганска. Для каких-нибудь спортсменов, которые где-то что-то там выиграли. Неважно, кто они, откуда они. Мерседесы, машины им дарить. Это же эффектно. Об этом будут говорить. А вот возьмешь газовый долг, спишешь целому селению. Не так пафосно. Нет вот этого всего. Нет световых шоу и так далее. Все это не освещается. Наверное, на международном таком уровне говорить об этом вряд ли будут. Зато твой народ-то будет об этом знать. Но тебя интересует не мнение своего народа. Тебя интересует, что тебе скажут в российских СМИ. Российских СМИ, конечно, охотнее напишут о том, что ты дал по айфону детям из Донецка и Луганска. Вот они и приоритеты. А мне, например, гораздо важнее то, что касается жителей этого селения Бортфой. Вот это твое высказывание мне тронуло сердце. То, что ты всегда волнуешься за своих чеченцев. Я всегда тебя смотрю, за тебя болею. На всех мусульман тебя должно быть больно. Но это же не соответствует, опять-таки, Исламу. Ведь Ислам тебя требует, чтобы ты в первую очередь волновался о своей семье, о своих родственниках, о своих соседях, о людях с твоей улицы, с твоего села и так далее. То есть, это твоя зона переживания, она должна исходить именно так. Ты не должен. Это вот, как, допустим, в вопросах садака, милостыни. Тебя Ислам требует, чтобы ты в первую очередь, если у тебя есть сосед, нуждающийся в садака, а ты берешь, проносишь мимо этого своего соседа и отправляешь деньги в Африку, к примеру, то тебе, это садака будет для тебя, ну, ты не имеешь права, я не буду вам делать заявление по поводу садака. Это все на Аллахе, да, как он. Но Аллах тебе говорит, отдай нуждающемуся своему соседу, своему родственнику, своему товарищу. То есть, ты должен в первую очередь беспокоиться о своем ближнем. И так устроен. То есть, это закон. Как вот, есть законы физики, химии, которые работают для всех, неважно, ты там, мусульманин, не мусульманин, животный или человек, законы физики, они ведь для всех одинаковые. Точно так же и вот эти вот законы, они для всех одинаковые. Если ты так не будешь жить, любое общество, если не будет жить именно так, беспокоясь в первую очередь за то, что ближе к нему, то в целом этот мир не будет существовать счастливо. так как это произойдет дисбаланс, понимаете. То есть, когда этот, что дает этот закон? Он дает то, что если каждый будет заботиться о ближнем, то в целом все нуждающиеся в этом мире будут обеспечены, понимаете. Если я обеспечил нуждающегося рядом с собой, ты обеспечил нуждающегося рядом с собой, и так каждый, если будет делать, то не будет нужды в этом мире, понимаете. Таков закон. Поэтому это нормально, в этом нет никакого национализма там или чего-то негативного. Это нормально. Ты в первую очередь должен беспокоиться о том, что тебе ближе. Субтитры создавал DimaTorzok